так ребята всем здорова всем здорова ребята всем здорова и тут я понял надо убить сестру потому что она делает блины с каким-то ковеным тестом из не знаю какой-то непонятно какой-то помолотой муки и это как это просто жесть это это просто жесть дело не в этом вот сегодня мы будем продолжать тестировать и будем смотреть снимки и будем тестировать тестировать можно наверное так сказать кроп камеру которая у меня была до этого правда она такая старенькая была достаточно все таки это был как ни крути но fuji x pro 1 то есть такая старенькая и полный кадр и будем развеивать миф того что полный кадр ничем не отличается от кропа что круп тоже мадет а вот знаете там есть типа там я не знаю руки ёлы-палы и начинается неважно какая у тебя там я не знаю в руках скрипка главное быть страдивари вот это все конечно полной глупости очень важно какая у вас техника и от техники достаточно сильно зависит ваш потолок потому что вот долгое время у меня были круг камеры я вот с ними старался старался и я понимаю что сейчас мне нормальный полный кадр не говеная sony asimr это просто отвратительная камера просто пипец нормальный полный кадр вот canon 6d хороший полный кадр многие говорят никон 700 и лучший но не буду в этих левар вступать вот но вообще если брать в принципе откуда оно пошло вот это вот все некое типа знаете главное какая у вас какие у вас руки умения в интернете я сейчас вам подкину мысль для размышления сейчас я кратко сформулирую люди которые понимают ну в том что они делают ну например вот фотографии они понимают что вы для них будете конкуренции и зная это они специально направляют вас на ложный путь и дают неверные советы вот особенно в москве это очень часто сейчас москвичи начнут ругаться но блин ребята в москве бабушка вот возле красной площади спрашивает как ей пройти а ее отправляют в обратную сторону и какие-то там непонятные маршрут из головы вырисовывать понимаете это я не один раз такое видел нет ни один раз я такое постоянно вижу я вот хожу на красную площадь ну иногда там возле бума пофотаться каждый раз такое дерьмо ну и мне соответственно самому пару раз такую какую-то хрень советовали но я так скептически отношусь к этому потому что слушаешь человек ну видно что он врет понимаете в чем дело люди специально врут вот всякие ролики из-за разряда там я там я не знаю олег зотов посмотрите у меня круп камеры я снял практически так же как на полный кадр практически но не так же то есть если мы вот рассматриваем фотографии вот в таком вот маленьком варианте да то ну в принципе то какая разница кроп это не кроп то есть ну а чего то есть в таком то варианте вообще не поймешь вот вот у нас серия скропа пошла но все равно видно даже что серия скропа она такая более блеклая и ну такая ну она не хочет быть черной не хочет быть белой то есть да даже вот на маленькой превьюшке мы видим вот переход 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 и опа пошли полнокадровые снимки то есть то есть даже по маленьким превьюшкам видно что это совсем совсем другой уровень изменился только фотоаппарат все ну вот и вот в общем вам такую чушь рассказывают при этом там я не знаю поставить дорогучий свет который хреновую тучу рублей стоит попросит ассистента накрасить модель ассистент тоже хреновую тучу рублей стоит там ассистента попросит там поддержать отражатели а в реальной жизни у вас не будет отражателей в общем много много всяких вещей про которые вот которые опускаются из вашего поля зрения и пытается вот вас по неправильному пути пустить мол вот покупайте себе кропы покупайте себе там микро 4 3 руки 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 ни хрена это не так вот ни хрена это не так и таких к сожалению людей много ну плюс еще всякие там проплаченные обзоры говно техники от магазинов товаров от всяких сетей которые там впаривают всякие кропы там пытается сравнивать их с полными кадрами и всякое такое я вот так вот купил себе 70d canon кроп для видео а он полное говнище а мог в тот момент купить например второго марка каноновского блин ну второй марк все равно лучше чем у говеной 70d вот потом видел что 70d сравнивали с а7s мне хоть и не нравится вся линейка семерок но у 70d на 1000 он просто рассыпается в пиксели там невозможно видео записывать на 1000 в отличие от 7s то есть вот вот просто такая такая вот вранье вокруг вот поэтому не верьте про кропы также еще мне тут какой-то юные человечище написал что ну дал какую-то ссылку а по этой ссылке там видос говорящий о том что типа типа что если мы делаем там ISO 1000 на кропе то это то же самое что ISO 1000 на полном кадре как бы но я про это кстати я про это и говорил и на самом деле если вы поставите например полнокадровый объектив на кроп и там на кропе накрутите все то же самое и поставите этот же объектив на полный кадр то светлость картинки будет абсолютно одна и та же то есть в этом тоже такая клевая фишка и и тоже многие рассказывают всякую туфту блин да как на мой канал то перейти что надо нажать туфту про то что полный кадр он светлее потому что там матрица больше типа света на нее попадает больше на самом деле это перейти это тоже полнейшая глупость ну то есть матрица там конечно больше но света на нее не попадает из-за этого больше большая площадь ну блин короче не светлея она нифига вот также из хороших вещей могу точно заметить ну по крайней мере по фотоаппаратам Fujifilm что они очень стабильно работают и они прям так не хотят шуметь ни при каких условиях то есть можно можно ну то есть можно выкручивать экспозицию настолько насколько он то есть хочешь и в принципе вот эти шумы и вот эти вот шумы ну в общем они достаточно ну ну так ну сойдет красиво выглядит у нас какой-то черный кадр то есть нет нет это уже это уже канон 6d это уже канон 6d но зато матрица чистая никаких тебе говно пикселей хотя ща проверим так подавление шума цветной да все нормально вот ну допустим мы берем какой-нибудь кадр блин неудачный кадр кадр не хочет шуметь давайте другой кадр возьмем какой-нибудь вот этот кадр ага да 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 вот и видим тут кучу кучу шума он более менее блин но этот кадр тоже нет вот вот сюда можно глянуть то есть видим что такие вот какие-то непонятные горизонтальные полосы которых например на на фуджи фильме вот точно нет и видим что очень большое количество шума хотя и со 400 но она понятно потому что мы прибавили как ни крутипки вздавая экспозиции и на кропе невозможно не прибавлять не прибавляя экспозицию добиться него широкого динамической диапазона на фото но тем не менее вот просто до хренища шумов и просто какая-то жесть вот смотришь сюда и так и и просто берешься за голову и и твою же мать как вот вот как вот с этим сфотографировать это же полная жесть причем эти шумы тут по ходу дела есть всегда но при этом при этом например ну например вот такого красивого чистого неба я на кропе никогда не получал чтобы белая и ладно это тоже не самый удачный пример давайте возьмем стрижки которыми я горжусь хотя свет я там честно сказать можно сказать не оставил вот но тем не менее я запомнил вот смотрим и со 1600 и со 800 и можно видеть полнейшая детализация всего и вся то есть все в деталях все в деталях и самое главное какие цвета и 800 и со но детали вы посмотрите какая-то огромная картинка сколько полутонов сколько всего хотя разница в разрешении не такая уж большая между кропом и вот этим полным кадром но просто просто супер шикарно это вот сам янговский объектив которым я и на кропе пользовался где-то тут диафрагма у него 8 или что-то типа того на самом деле могло бы быть еще более резко вот теперь 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 переходим на прошлую студийную съемку где я пытался на экспроху снимать и и и где в общем блин как же fuji долго все грузит в общем тут и со чуть побольше 1000 но мы приближаем ну правда тут я в резкость вроде бы не попал вот здесь должен попасть сейчас грузится грузится господи блин тут небольшой смаз в общем даже несмотря на смаз и несмотря на то что этот портрет но не такой большой как прошлое видно что детали просто нихрена нет то есть просто нихрена нет деталей их настолько настолько нет что когда начинает следующую мысль сейчас прокину про глубину резкости рассказывать что она на полном кадре меньше вот где детали скажите мне 100000 ну в общем да большое но детали где где ресницы где пора от кожи где полутона сделаем света у нас тут с голубым с фильтром с фото но если не несмотря на это где черт побери полутона ни черта нет и вот люди говорят о глубине резкости да тут детали нихрена нет а это один тот же объектив елки-маталки то есть где черт побери не вижу ни черта и когда на полном кадре ну по крайней мере с полнокадрового объектива берется больше картинки то есть можно сказать утрированно всей площади объектива то небольшие такие промашки по резкости они будут не так сильно заметны то есть тут мы видим что детали нихрена нет так если я промахнусь чуть-чуть назад глаза а детали уже нихрена нет то пипец вообще будет полная жопа то есть это мы видим что резкость она на щеке но где-то здесь глаз относительно щеки вроде бы чуть-чуть чуть-чуть но углубленный получается так что у нас только щека в резкости где-то самая глубина резкости про которую вот все говорят на крупе нет и и да конечно тут света чуть поменьше чем здесь может диафрагма там типа тип того сейчас мы найдем даже фотографию где сейчас мы самые первые фотографии найдем где кстати также мало света ну вот например видно что уже плечо в боке все в боке то есть это наш ширик мой ширик 35 миллиметров диафрагма ну поскольку света нифига нет то порядка двух полтора опять же приближаем глаза видим дохрена детали в глазу вот просто дохрена деталей дохрена полуоттенков этот глаз немножечко не попал в резкость но на нем также дохрена детали то есть вот на вот этом глазе даже несмотря на то что немножечко не в резкости в нем больше детали чем на вот прошлом моем кропе когда все попадало полностью в резкий кадр то есть вот задумайтесь глубине резкости вот после вот увиденного так ли это на самом деле потому что это не так на большом кадре больше деталей больше картинка больше детализация потому что он сам больше на кропе получается так как будто вы держите игрушечных человечков вроде бы есть силуэт вроде бы человечек но когда начинаешь рассматривать увидишь мазню и размазанную картинку вот так отличается кроп от полного кадра теперь расскажите мне где больше глубина резкости мне почему-то кажется что на полном кадре она гораздо больше вот здесь точно видно что глубина резкости вот такая же как у нас была потому что нос уже не в резкости так вот эта часть головы уже не в резкости то есть здесь глубина резкости еще меньше чем на прошлых снимках ну как мне кажется но все равно вы посмотрите сколько деталей на нашем снимке опять же дохрена детали и какая она замечательная цвет коррекция тут наверное а тут я баланс неправильно поставил баланс белого вот и теперь давайте снова 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 перелеснем на кроп снова на тот фотосет выберем какой нибудь кадр какой только который я не знаю который более менее в резкости там я не знаю вот вот например здесь да вот мы приблизили к глазу iso 1000 в общем на каноне тоже было 1000 ну и чего и где глубина от резкости елки-моталки то есть у нас мы также видим что вот эта часть за глазом она уже размытая нос ну почти размыт по крайней мере вот это щука щека уже размыта потому что голова относительно объектива повернута то есть такая же маленькое число диафрагмы стоит такой же то есть прошлый снимок и этот снимок они практически одинаковые по крайней мере по глубине резкости она отличается только форматом но где детали не вижу не вижу детали не вижу резкости вижу вот мазню какую-то но я не вижу вообще ну вот ну вот просто нихрена да эту фотографию можно конечно распечатать на а4 я думаю да вполне возможно но в плане цвета обработки вот чтобы захотелось там что-нибудь такое вот я даже не знаю накрутить эта камера то есть вот этот который он не пригоден потому что резкости тут ни черта нет все превращается сразу в шум и начинается вот какое-то такое фотошопное художественное рисование когда мы заходим фотошоп и начинается там в этом уроке сделайте такие там манипуляции чтобы получить лицо тут такие там миллион сто пятьсот способов вместо того чтобы купить полный кадр и делать одним нажатием кнопки сразу готовые снимки которые фотошопить не надо ну вот как бы что вот чтобы чтобы тут еще такое показать попробуем показать то как не шумит матрица от фуджи фильма потому что тут ему надо отдать должное все таки в этом действительно молодец ну например на каком-нибудь таком кадре хотя вот этот момент дает красным вот например резкость она точно вот где-то здесь вот на шубе то есть я я неправильно настроился на то что у меня мануальный объектив настроился по шубе не знаю как так получилось глаза меня мои подвели настроили сами на самую контрастную область ну в общем шуба то шуба мягко сказать ну мы вроде бы видим детали но iso 500 вот прошу заметить 500 выдержка какая у нас 1 125 нормальные показатели то есть и выдержка не такая уж и длинная iso 500 но 500 это уже небольшое со для кропов вот так 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 ну кого даже выключим подавление цветного шума да даже видим что такое все стало сразу зеленое в общем даже цветного шума мало но при этом и детализации тоже нихрена нет но все таки сделали плюс 3 стопа нормально ниже цветного шума никакого никаких полос над матрицы тут конечно жирный железный плюс не знаю как на других кропов мне кажется что не так ну по крайней мере вот фуджи вот вот оно вот 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 отлично я думаю я я надеюсь что на экстрансах третьих также но поскольку я скачивал их не пробные снимки и там со всяких сайтов то ни хрена она не так же не знаю зачем я сказал я надеюсь наверно потому что мне хочется надеяться все-таки 1x плохо клевая вот например тут прибавили до хрена стопов не знаю где тут резкость в общем ладно идем дальше дальше идем например на какой-нибудь да почему бы нет фотографию которую я сделал сегодня но например вот это не знаю насколько это хорошая фотография в сзади фон труба типа средний кадр вот и девушка и вот эта штука ближний план то есть у нас перспектива уходит прямо отсюда в общем черт с ним но мы видим какая большая разница между самыми белыми какая тут насыщенность цветов и какая везде продает уже цвет коррекции покрутил ну то ладно допустим вот мы прибавим ты смотри как камера не хочет шуметь мы прибавили сколько у нас усу 200 мы прибавили так много стопов а я хотел показать что она шумит она не шумит вообще ладно сейчас возьмем другой кадр и давай камера не подставлю меня начнем шуметь ну сейчас ладно возьмем точно кадр который шумит потому что я помню где где-то он тут был где-то он какой-то из этих может быть здесь блин ну короче ладно поверьте на слово иногда вот когда добавляешь плюс 2 стопа что конечно делать абсолютно неверно матрица выдает какие-то странные шумы плюс я это видел на тестах как когда фотографировал свою комнату и очень в первые минуты расстроился потому что на одних снимках но видимо этот исо зависит на каком-то количестве со появляется куча полос и надо кстати кстати надо делать опыт и и выявить этот факт на каком же на каком же количестве сон начинают появляться полосы потому что блин на 1600 тоже ничего нет блин ну в прошлый раз то они были полосы куда же вы делись ёлки-моталки я же их показывал вот подстава то короче ладно иногда шумит но в этот раз что-то как-то не хочет вот ну наконец-то я нашел этот кадр ёлки-моталки со 250 то есть прибавляем буквально 2 стопа видим вот здесь как-то ну как-то не очень какие-то полосы непонятные нас правда тут немножко тени прикручено но мы видим вот прям вот как-то вот как-то что-то какое-то такое что-то неправильное потому что по крайней мере вижу какие-то полосы нет это это полоса у меня в глазах ладно но тем не менее вот этот вот момент он провалился в какие-то очень странные шумы этих шумов очень много то есть до этого мы посмотрели несколько снимков там подобного ничего нет там абсолютно полная детализация здесь ее нет и вот это вот очень странная неравномерность работы наверное это с чем-то связано может что-то на фотоаппарате или я чего-то не докручу будет что-то недопонимаю но по крайней мере это точно есть так вот один из снимков которые я сделал ты нет сколько у нас 1200 это я испытывал свой 35 миллиметровый ширик правда он достаточно старенький поэтому резкость по краям она падает но в общем в принципе на ширик снимать очень интересно но чертовски сложно как оказалось вот еще есть такой жутко контрастный кадр мне понравилось что здесь вот куча таких вот 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 всяких штук все такое мокрое контрастное и модель практически сливается вот если вот так вот добавить контраст так то она не очень контрастно конечно но я предположил что если сделать вот как-то так то будет будет прикольно но и судя по лайкам которые наставили людям нравится и и в этом что-то в этом что-то есть вообще сегодня достаточно тяжело было фотографироваться иногда когда модели торопятся ну вот например ISO 1600 250 выдержка вот когда нормально света вот мы видим что ну шум конечно есть но хотя в интернете я видел снимки там на ISO 8000 там снимок снимок пчелы и он такой какой-то супер детализированный не знаю но пока что у меня такой детализации не получается мне кажется это вот сингенговский объектив ему не хватает резкости но тем не менее мы видим детализацию мы видим миллиарды оттенков всяких разных красивых цветов мы видим что губы красные кожа как кожа еще тут вначале я по моему баланс белого неправильно настроил потому все такое какой-то не очень правильно цветастая и вот в таких условиях при 100 1600 не знаю какая тут диафрагма вот вот примерно какой-то такой же результат как на кропе и и это третья мысль или какая там уже по счету мысль с которой я что-то запоздал я уж не думаю не не уверен что хоть кто-то досмотрит до этого момента потому что когда сравнивают две камеры ставят их какие-то очень читерские условия потому что человек который разбирается он вот тебе рассказывает что а ты знаешь вот видишь ракушка сфотографирована на полный кадр и вот ракушка сфотографирована на кроп видишь никакой разницы и да если мы фотографируем ракушку на кроп и на полный кадр то действительно никакой разницы не будет или выдают какие-нибудь читерские вещи за разряда ну вот как олег газотова я уже упоминал что какие-то идеальные просто условия создает при которых даже iphone снимет хорошо вот а когда мы просто выходим на улицу где вот какой попала свет модель она вот накрашена так как она красится потому что не знаю потому что за тфп фотоиси нужен визажист и экзажист хочет денег все хотят денег вот волосы свет вот все вот это вот не нет никакого света который конкрет конкретно будет освещать делает детали и даже в таких условиях мы видим что полный кадр и делает фотографию лучше чем вот когда мы видели с фотосета с девушки беди билдерши и например например открываем кадры которые на кроп сфотографированы ладно возьму какие-нибудь получше так тут у меня начнет что каталог не найден ладно ну вот какие-нибудь давай фотографии на шбесе вот что-то типа того черная шуба отказывается быть черная черная шуба с отливом с отливом не с теплым каким-то отливом красные перчатки не хотят быть красными они тоже с каким-то отливом рядом тут даже ничего не покручено мы уже смотрим на фотографии видим как будто рука фотошопа здесь прошлась не слабо однако руки фотошопа тут нету видим что детализации нет ни хрена видим что ни хрена тут ну вообще нигде нет детализации просто нигде iso 500 вот мы видим две фотографии в просто условиях которых будет фотографировать любой просто человек не какой-то супер профи шизофреник который доказывает что кроп такой же как полный кадр а вот такие просто люди как вы ну такие как я такие как все вот просто берешь модель идешь гуму и начинаешь делать фотографии получается вот так ну то есть на кропе просто какая-то полная жесть не полутонов ни оттенков ни черта нет вот лицо вот что с ним делать чтобы она при при вот чтобы на нем появились черты лица баланс белого покрутить не помогает надо заходить в настройки чё-то туда-сюда крутить я не знаю кораль за оттенок красного изменить куда-то с голубым сделать им и начинать вот 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 и вот вот и дурацкие танцы с бубном которые я ненавижу я всего лишь хочу чтобы оттенок кожи стал человеческим ёлы-палы куда нажать я-то знаю куда нажать и вот уже по-быстрому нажимаю не знаю прибавим голубого в тенях чтобы черное вот стало черным и и дальше дальше еще крутить 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 и крутить хочу ли я это делать ну конечно не хочу я хочу сразу чтобы нормальные были оттенки они конечно нормальные по сравнению с некоторыми там компактами но я хочу чтобы они были блин человеческие супер нормальные еще более нормальный чем сейчас и так какую-нибудь нормальную фотографию которую удалось они они где мы пытались сделать ну и ладно и фотографию которую я уже показывал читать фотографика то изменилось что тут я перенажимал ну или вот эта фотография ладно вот она вот так вот выглядит в оригинале ну в принципе замечательно но вот если бы не вот эти точки надо удалить то есть она уже и в оригинале то в общем нормально смотрится но понятно что если бы у кого-то сзади был отражатель она бы освещалась еще побольше и под вопросом нужен ли вот этот кусок ну да чёрт с ним видите как вот вот разница и это не вот эта модель накрасила свое лицо человеческим цветом человека нет это фотоаппарат это сделал и это не я какие-то особые настройки в нем накрутил там какой-то особый баланс белого ли типа того ничего подобного это просто техника работает на другом уровне более высоком более высокой цветопередачи ну и можно вот по-быстрому накрутить вот не знаю мне что-то навеяло фильм матрицу и поэтому я захотел сделать все каким-то таким зеленое не знаю каким-то шелтой зеленым цветом но и сейчас мы ты где у нас буква е то вот и посмотрим посмотрим как как вот вот фотография уже получилось после фотошопа принципе я не так много тут крутил и это мне напоминает фильм как он бегущий по лезвию там тоже были какие-то такие желтые всякие всякие оттенки и я не скажу что я на этой фотографии будился там я не знаю три часа нет я просто сделал чтобы желтое было более желтым и поднял тени и все все что я сделал еще вот сюда сделать и 2 пятна иначе тут какая-то хрень такая здоровая отвлекает взгляд какие-то что-то я перед перекрутил ну вот как то так вот такая разница вот кроп полный кадр вот сравнили видим полный кадр это какой-то просто другой заоблачный просто заоблачный мир которому моему хорошему кропу не снился вообще никогда здесь другие цвета другие оттенки другая детализация когда стоишь нормальный свет вообще другая детализация она в любом случае трубая даже при хреновом свете просто дневном как он попало там она все равно другая и больше она лучше она красивее больше цветов всего больше просто всего больше и и вот там поюзали что там получается на кропе на кропе получается что нихрена не получается крутишь цветокоррекцию крутишь не получается елки-маталки вот тут не знаю думал вроде бы нормальный нормальный снимок но опять же потому что три года грузится но детализации нет вообще а с ней когда начинаешь крутить то все превращается в мусор блин какого черта снимок такой желтый что с ним не так наверное я тоже чуть какую-то фигню сделал и в этот раз вот ну вот как то так и задавайте вопросы хватит вопросы задавать про psy one я давно пользовался на sony когда вместе с ним шел бесплатный сейчас не пользуюсь и замучили меня спрашивать вот есть photoshop есть lightroom lightroom когда по-быстрому photoshop когда надо загеморроется что непонятно то елки-маталки че еще надо а псеван это такой слегка улучшенный lightroom я так скажу с тем временем которое у него уходит на сохранение фотографии он просто какой-то вообще никакой вот 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 как то так не знаю если вдруг у кого-то еще остались сомнения или кто-то скажет а знаешь там у тебя недостаточно одинаковые условия то есть не хватает того что тебе одни и те же руки но мы видим что качество двух разных фотоаппаратов кардинально вот отличает картинку и делает ее просто супер крутой возможно кто-то скажет нет этого недостаточно ты там я не задолженных на один тот же штатив поставить там прикрутить один тот же объектив и в одно и то же время сделать фотографию потому что там вечер тут день там я не знаю там правда и фоткой днем было который все равно кажется как вечером фото вот таких людей конечно ничего не переубедит ничего не переубедит ну-ка посмотрим на последнюю фотку вот тут вот точно диафрагма 14 самая открытая диафрагма и мы не попали в резкость мы попали в нос но знаете знаете что хоть резкость на кончике носа и здесь такие аберрации потому что у нас или как это называется но даже вот эта фотография не в резкости на iso 1000 она выглядит все равно блин более детализированной более детализированной в чем мы переведем более вот более вот блин вот мы даже на волосы смотрим в этих волосах больше деталей несмотря на то что не в резкости то есть да она не в резкости если рассматривать по пикселям но но знаете что не в резкости сейчас я вам покажу обратно этот же фотосет который лично мне кажется из фотоаппарата получился не таким удачным каким мог бы быть вот что не в резкости резкость на глаза фотоаппарат свет и полное отсутствие какие бы то ни было детали я не знаю они вроде бы есть но серьезно ты как с человечком он очертание есть когда ты его рассматриваешь он просто расплывается вот это не в резкости iso кстати тоже 1000 и вроде бы вроде блин вроде текстура рубашки есть вроде вот вроде все есть вот что еще черт побери надо ну блин вот ну как так ты елки-палки и после этого вот некоторые блин рассказывать сказки вот так вот здесь правда и ничего кроме правды смотрю чатик один здесь кто вы то человек один в чатике я типа рассказываю про фотоаппараты и делаю самые честные какую камеру можешь посоветовать точку новичок купи себе хорошую камеру купи себе дорогую камеру если у тебя конечно не есть денег не слушай всяких мудаков которые всякое говно тебе советуют со словами там купи секал научись на нем нет купи серии если у тебя есть деньги хорошую дорогую камеру если их нет блин знаешь сейчас кризисом все стало такое дорогое что я даже не значит и посоветовать если вдруг их нет или там какая-нибудь сумма из разряда 20000 а хотя знаю 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 nikon 1g как-то там блин как же он там назывался сейчас я даже его загуглю но придется загуглить сайт на котором я смотрел фотографии т.к. так-так-так-так-так-так-так-так-так без зеркального фотоаппарата так-так-так nikon так-так-так-так-так-так вот даже можешь по сайту посмотреть 1 в 1 3 тысячи фотографий больше чем у всех это не знаю по моему дюймовая типа аля походная камера но вроде со сменным объективом не знаю и ты просто глянь на этой чудовищной крутости фотографии то есть на ней матрица еще меньше чем на кропе конечно это не супер чб не 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 как на полном кадре потому что все такое но ты глянь какое все классно я понимаю что руки здесь снимали руки но блин какое все классное вот а вот если денег нет покупать себе вот nikon 1 в 1 потому что он просто клёвый я не знаю даже если на нем правы правда тут куда-то тут 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 на заливали еще фотографии тут раньше были коры самыми первыми и на фотографиях с горами было просто чудовищная детализация и самое главное цвета и градиент этих цветов были просто супер крутые хотя опять если мы будем вот так по пикселям рассматривать люди получились конечно не очень но зато цветастенько где какой-нибудь еще крутой пейзаж в общем вот эта камера клёвая она маленькая она стоит дешево nikon 1 в 1 чертовы полу русские буквы блин какую дорогу 80 тысяч от 18 ни хрена себе что прям как-то расхотелось его советовать но зато объектив можно поменять да да прям прям теперь не знаю вот в общем всем спасибо что смотрели все чуть разбежались буду киеве задают вопрос а потом двигает всем массовый курлок ребята